6 июня россияне отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина. В нашей стране праздник носит название «Пушкинский день» или «День русского языка». В этом году исполнилось 225 лет с момента появления на свет солнца русской поэзии, как называли великого поэта, писателя и драматурга после его смерти. Александр Сергеевич считается создателем современного русского литературного языка. Его произведения хорошо известны в мире и переведены на многие языки. Накануне его дня рождения мы решили провести эксперимент, опросить колпашевцев и узнать, смогут ли они опознать великого поэта по его портрету, а также поинтересовались, знают ли местные жители его произведения. Скажи, пожалуйста, тебе известен этот человек? Да. А кто это? Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин. Какие произведения вы его знаете? Ну, сразу так, на память «Капитанская дочь» Руслана Людмила, поэма «Цыганинец». Так, сразу не могу вспомнить. Можете продолжить строчку стихотворения «У лугоморья дуб зеленый»? «Золотая цепь на дубе том, и днем, и ночь. Кот ученый, все ходит по цепи кругом». Идет направо. Пись заводит налево. Сказки говорит. А, сказки говорит. Дальше не помню. Там чудеса, там леший вроде, просолка на литах сидит. Кто этот человек? Александр Сергеевич Пушкин. Какие произведения тебе известны его? Это Пушкин. Руслана Людмила. Евгений Аниген, это тоже Пушкин? Ну, сказка о рыбаке и рыбке, да? Ну, вот. Мороз и солнце. День чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелесный. Пора, красавица, проснись, открой смутнутый негать взоры. На встречу северной авроры, звездой севера и вис. Кто это? Александр Сергеевич Пушкин. Какие произведения знаешь? Сказка о рыбаке и рыбке, сказка о царе Салтане, Руслана Людмилы. Продолжи, пожалуйста, строчку стихотворения «Я помню чудное мгновение». Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Есть любимые произведения Пушкина? Ну, вот мне нравится сказка о царе Салтане. Знаком ли вам этот человек? Да. А кто это? Ну, мне лично. Это Пушкин. Да, Александр. Александр, я не знаю. Я не помню. Александр Пушкин. Сергеевич Пушкин. А какие произведения вы знаете Александра Сергеевича Пушкина? Ну, «Камуридов» зеленый. И все, не помню. А знаком ли тебе вот этот человек? Да, Александр Сергеевич Пушкин. Какие произведения знаешь Александра Сергеевича? «Золотая рыбка». Дальше не помню. Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о царе Салтане, по-моему. Можете продолжить строчку стихотворения «У лукоморья»? «У лукоморья» дуб зеленый, снотая цепь на дубе тун. Зимой... Ой, что, по-моему. Какие произведения его знаешь? Глеб, иди сюда. Глеб, подходи на помощь. Какие произведения Александра Сергеевича Пушкина знаешь? Не знаю. Ну, знаете, со школьной программы должны знать. Ну, давайте вместе попробуем вспомнить, например, стихотворение. «У лукоморья»... «Дуб зеленый», «Золотая цепь на дубе том», «И днем и ночью кот ученый», «Все бродит по цепи кругом». Вам знаком этот человек? Конечно, Пушкин Александр Сергеевич. Кто он? Ну, писатель русский. А какие произведения вы его знаете? Ой, много. Сейчас, подождите. Он писал стихи. «У лукоморья дуб зеленый», «Золотая цепь на дубе том», «И днем и ночью кот». «Онегина» написал. Ну, надо вспомнить еще произведения школьные со школы. Ну, много написал. Здравствуйте. Здравствуйте. Телевидение Колпашева. Ничего страшного. Скажите, вам знаком этот человек? Да. Да. А кто он? Александр Сергеевич Пушкин. Ну, кто он? Пиэт. Писатель. Какие произведения вы его знаете? Евгения Негинова. «У лукоморья дуб зеленый». Вы сладаете. Можете продолжить стихотворение «Мороз и солнце». День чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный, Пора, красавица, проснись, открой со мной ты негай взоры Навстречу северной авророй, звездой северной. Вечер, ты помнишь, юга звезда? Она вам дальше сейчас все прочитает. Я не помню дальше. А вы откуда? Из Толмска. Опрос показал, что все колпашевцы знают, как выглядит великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. Каждый назвал хотя бы одно его произведение. Знакомимся мы с творчеством писателя с ранних лет, с любимых нами сказок. Его творчество продолжает жить и вдохновлять новые поколения писателей и читателей. Будем в лево крови. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова